Крыши домов заросли сосульками. На тротуарах и дорогах снежные кучи. Особенно беспорядок бросается в глаза в северной части города. Сугробы достают до второго этажа, а сосульки дотягиваются до первого. Ульяновские коммунальщики, видимо, забыли навести уют рядом с домами на улице Фрунзе. Рядом находится проспект Нариманово. Двухэтажные сталинки со скатными крышами увешаны смертоносными гирляндами. Местные жители устали напоминать управляющие компании об уборке опасных украшений. Сугробы во дворах тоже не уменьшаются в размерах. Сугробы, когда убирают, когда нет. Накидали, сейчас мы все где-то не проехать, не пройти. Там у нас все ходят мусором, видим, не боятся мусор. Им лень здесь обойти, они идут туда. Я всегда смотрю и думаю, наверное, кого-нибудь стукнет, какая-нибудь сосулька. Но не боятся, ходят. Но я не выходила давно уже, я обезумело увидела у этого дома. А там машины между домов не чистят сосульки. На улице Родищева ситуация не лучше. На доме номер 175 в районе гарнизонного магазина угрожающе свисают сосульки. Ими пора бы уже заняться, потому что весенние лучи солнца уже начали подтапливать зимние запасы. Полюбуйтесь на это ледяное великолепие. Между прочим, синоптики обещают плюсовую температуру на следующей неделе. А это значит, что глыба может запросто подтаять и съехать на голову прохожих. Жители окрестных домов переживают за себя и своих близких. Сосульки, и мы их ловим сами. И приходится уже самим начинать убираться. И уже переживаем до такой степени, что не имеем права даже выходить на работу. Бережем своих мам. 175-м домом занимается управляющая компания «Фордком». То ли у них кадров не хватает, или же руки не дошли до объекта. Как объяснили в организации, для того, чтобы домом занялись, надо оставить заявку в диспетчерской службе. В диспетчерскую оставьте заявку 273036. Молва об этом доме и ему подобных дошла до городских и региональных областей. На штабе по комплексному развитию региона глава города отчитался об уборке кровель. Мы выделили еще технику муниципальную. В том числе задействовали службу нашему муниципальную спасению. У нас в штате есть альпинисты. Значит, сегодня темп у нас... Если на прошлой неделе в день убирали 50-53 кровли, сегодня вот за вчерашние сутки 72 кровли почищены. Повлияет ли поддержка администрации, покажет время. Есть и другая проблема. По словам местных жителей, многие сотрудники управляющих компаний, если снисходят до визитов, то ведут себя не всегда уместно. Например, работать на высоте надо с соблюдением правил безопасности. Альпинисты могут выходить на крыши только привязанными, а низовые работники должны быть одеты в яркие жилеты со светоотражающими элементами. На тротуаре непременно должна быть натянута сигнальная лента. Но часто происходит так, что эти элементарные правила безопасности игнорируются коммунальщиками.